Очередная атака. Сегодня вирус Петя снова пытался проникнуть в сети украинских предприятий. В то же время спецслужбы изъяли серверы компании МИДОК. Её работа остановлена, офис обыскивали почти сутки. Допросили около 200 человек. Силовики искали зацепки, чтобы выйти на организаторов кибератаки, но пока безрезультатно. А киберполиция уже больше недели пытается устранить последствия вирусного удара минувшей недели. Кибервирус нам не страшен. Вторая волна атаки вымогателя Петя остановлена киберполицией. Об этом на своей странице в Фейсбуке заявил глава МВД Арсен Аваков. Это было вчера, а сегодня нежданно-негаданно посыпались новые сообщения. Якобы Ащадбанк снова атакует. Компьютеры отключены, сервер не работает. Аналогичная ситуация произошла и в Киевэнерго. В отделениях очереди работа клиентских сервисов ограничена. В соцсетях также появились сообщения о том, что некоторые частные компании тоже подверглись атаке. Масштаб второй волны оценить пока сложно. Напомню, что во время первой в Украине пострадали около сотни предприятий и практически все госучреждения. В первую очередь вирус-вымогатель ориентирован на блокирование бухгалтерской отчетности и уничтожение архивов. Общий ущерб после кибератаки украинские чиновники пока подсчитать не могут. Например, Минифраструктура свои потери оценила в миллионы гривен. Там из строя вышли сотни компьютеров и шести серверов заразили два. Напомню, 27 июня украинские компьютерные системы атаковал интернет-вирус Петя А. Работа предприятий по всей стране была заблокирована в течение нескольких дней. Киберполиция до сих пор пытается ликвидировать последствия атаки. Хотя тот же Аваков еще на прошлой неделе заявлял, что атака успешно отбита.